Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева-Черкесия, студия Карчабиджиев. 50 наборов от товаропроизводителей нашей республики «Единая Россия» присоединена ко всероссийской акции и отправила подарки семьям мобилизованных в Магаданской области. Побывать в роли журналиста юный корреспондент Валентина Кумукова подготовила репортаж о Герои России Канамате Баташеве. 27 школьников получили удостоверение юных инспекторов. Движение торжественного мероприятия прошло в Музее МВД. В Пятигорске состоялась рабочая встреча полпреда СКФО Юрия Чайки и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Рашид Тимрезов рассказал об исполнении на территории республики поручений президента России по вопросам оказания поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и членам их семей. Из Карачаева-Черкесии в Магаданскую область отправились подарки для семей мобилизованных из этого региона. Таким способом региональное отделение «Единой России» присоединилось к акции, которая проходит по всей стране. Подарки будут доставлены к 4 ноября многодетным и нуждающимся семьям, мобилизованных и добровольцев, военнослужащих. 50 наборов, в которые входят продукции, товаропроизводители из нашей республики, а также открытки с теплыми пожеланиями. Наши подарочные наборы поедут в семьи Магаданской области. В наборы входят продукции местных производителей. Это вязаные изделия, теплые вещи, шарфы, шапки, носки и также сладости. Варенье местного производства, урбечь, горный мед и горный чай. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Полное погружение в профессию, работа с профессиональным съемочным оборудованием, видеоматериалом и архивом, умение держаться в кадре. Такие задачи стояли перед юным корреспондентом «Вестей» Валентиной Кумуковой. Свой первый сюжет она посвятила герою России, летчику Асу Канамату Баташеву. История Канамата Баташева – это пример мужества, борьбы и силы духа. Когда началась специальная военная операция по защите жителей Донбасса, генерал-майор добровольно оказался в первых рядах. Успешно выполнял боевые задачи, на практике применяя свой огромный опыт и военный талант. «Сейчас я нахожусь на главной площади города Карачаевска, которая названа в честь героя России Баташева Канамата Хусевича. В тот день, 22 мая, на своем самолете Су-25 генерал-майор выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских целей. И уже в полете он получил информацию о том, что превосходящие силы вооруженных сил Украины заблокировали одну из штурмовых групп наших войск. Он принял решение помочь бойцам, попавшим в окружение. Это было его личное решение, основанное на преданности к воинскому братству». Из этого полета он не вернулся, но сумел спасти жизни солдат. Известие о его гибели всколыхнуло малую родину, родную Карачаево-Черкесию. Сотни жителей республики пришли почтить память героя России и проводить своего земляка в последний путь. Отдавая дань героическому подвигу летчика-истребителя, его именем начали называться площади и социальные объекты. Так, на фасаде здания Малокарачаевского районного дворца спорта появилась доска памяти. Центральная площадь города Карачаевска теперь будет называться его именем. А в Гачинском районе Ленинградской области на аэродроме Севорицы, где он много лет проработал заместителем председателя ДОСААФ России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по авиации, монументам увековечили его имя. Также ждет своего часа и памяти в Карачаевске, над которым сейчас ведутся усердные работы. На сегодняшний день уже установили постамент. Держа полвека свой штурвал и небо на ладони, Как ас летал и рисковал с собой на небосклоне, Ценой жизни спас ребят, кто, как и он, рискуя, За родину стеной стоят, с нацбатами воюя, На крыльях подвига он взмыл в небесное бездонье, Его голубизну прикрыл бессмертия ладонью. Золотая звезда героя нашего времени Канамата Хусевича Баташева Будет гореть в памяти людской И станет примером для нас, молодого поколения. Сегодня в моей родной школе состоялось открытие партии героя имени Канамата Баташева. Право сидеть за ней предоставится самым достойным ученикам, Ведь планка, заданная генерал-майором, настолько высока, Что мы не имеем права не соответствовать ей. Валентина Кумукова, Олег Молхожев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Черкесские сотрудники госавтоинспекции вручили 27 учащимся 6-й школы республиканской столицы У заставления юных инспекторов движения. Торжественное посвящение состоялось в музее МВД по Карачаево-Черкесии. Подробнее в нашем репортаже. Именно дети являются незащищенными на проезжей части дороги. И отряды юных инспекторов движения являются важной составляющей в работе По повышению безопасности несовершеннолетних на дорогах. Они активно участвуют в пропаганде правил дорожного движения. В музее МВД провели экскурсию для учащихся 6-й школы. Сотрудники рассказали историю создания Министерства внутренних дел, В частности, службы ГИБДД. И ознакомились с экспонатами офицерской одежды, Боевой и наблюдательной техники, Орденами и медалями ветеранов войны и милиции, Хранящимися в музее. Также ребятам напомнили об основных правилах дорожного движения, О важности их соблюдения. Сегодня детям, ученикам были вручены вот такие вот удостоверения, Удостоверения, подтверждающие, что они сегодня, С сегодняшнего дня являются юными инспекторами дорожного движения. В это удостоверение прописываются основные правила, Что они должны знать и провести. То есть, овладеть правилами фигурного вождения велосипеда, Вести разъяснительную работу среди сверстников, Детей младшего возраста и взрослых По пропаганде безопасности дорожного движения. Работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении И вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов Направлены на решение задач федерального проекта Безопасность дорожного движения. Начало текущего года на территории Карачевой Черкесии Произошло 37 дорожно-транспортных происшествий С участием несовершеннолетних. На сегодняшний день у нас активно проводятся Дополнительные профилактические мероприятия Вовлечения юных инспекторов дорожного движения И заниматься с ними далее. Когда дети уходят в школу и идут обратно домой Вопрос безопасности стоит на первом месте И сейчас это злободневная тема. Чтобы дети прочувствовали важность этого момента И чтобы обязательно из уст работников ГИБДД, МВД И они услышали, что они теперь несут ответственность В том числе и за просветительскую работу в нашей школе И мы будем продолжать эту работу Мы будем с ними ходить в начальные классы, школу к нам И проводить с ними уроки безопасности дорожного движения В торжественной обстановке 27 школьникам сотрудники Госавтоинспекции совместно с Советом ветеранов МВД Вручили удостоверение юных инспекторов движения Я буду рассказывать одноклассникам и другим детям, ребятам из младших классов Как нужно переходить дорогу, как нужно соблюдать правила дорожного движения И многое другое Это удостоверение участника отряда юных инспекторов движения Ю и ЭД Мне кажется, что каждый школьник моего возраста Должен принять участие и стать участником отряда юных инспекторов движения Чтобы обезопасить себя и, главное, своих близких В течение учебного года юные инспекторы будут изучать основу дорожной безопасности Совместно с сотрудниками ГИБДД проводить пропагандистские акции И профилактическую работу среди своих сверстников и других участников дорожного движения Участвуют в шествиях и флешмолбах, конкурсах и викторинах по безопасности дорожного движения Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия В семье единой под таким названием в картинах галереи Черкеска Проходит ежегодная выставка художников-юбиляров Карачаева-Черкесии В трех залах размещены лучшие работы, ставшие частью культурного наследия Большой и Малой Родины, подробности у Али Баташева Пейзажи с неповторимой природой Карачаева-Черкесии Удивительные портреты, лиричные тематические картины Выполненные в разных техниках и стилях Радуют взор поклонников искусства всех возрастов Все это культурное богатство создано нашими земляками, входящими в Союз художников Карачаева-Черкесии Все собранные работы художников-юбиляров объединяет любовь к Родине и народам в ней проживающим Говорили на открытии выставки С особой теплотой вспоминали творчество заслуженного художника Российской Федерации Умара Мижева Автора герба Карачаева-Черкесии, недавно ушедшего из жизни Небольшая часть его творческого наследия размещена в третьем зале галереи Это была моя гордость, гордость заниматься с ним Я моложе его, я еще мальчиком помню, как он занимался этим делом Ему было годика 4-5, когда он еще в Средней Азии Нарисовал, как он пас козочек, его овечь гонял там, кнутон Это мать наша рассказывала В этом году получилось так, что вот юбилярами оказались самые сильнейшие Это и Мижи Фумар, которого уже, к сожалению, нет Это и Микер Хамидович Чамаев, было бы ему тоже 90 лет И остальные художники На коллективной выставке «В семье единой» гости и жители республиканской столицы Могут увидеть произведения заслуженных художников республики Бориса Атаева и Юрия Карасова Которые не только создают великолепное полотно, но и обучают подрастающее поколение Картины народного художника Карачаева-Черкесии Николая Кузнецова Портреты заслуженного художника республики Мухаммеда Хахандукова Работы Казбека-Французова и многих других Выставка продлится до 30 октября Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия В Черкесске проходили творческие мастерские Новое передвижничество ведущей деятелей культуры Мастер-класс по живописи прошел в Центре выявления и развития одаренных детей Сергей Чернышев, художник-преподаватель школы акварели Сергея Андреяки Дал мастер-класс юным художникам Карачаева-Черкесии Цель проведения проекта – повышение уровня специалистов в сфере культуры А также укрепление образовательного пространства России Ребята слушали педагога и его ценные советы с большим интересом На мастер-класс именитому художнику попали самые лучшие ученики по живописи Все они получили бесценный опыт и неизгладимое впечатление от общения с профессионалом Сергеем Чернышевым Сегодня в Центре по выявлению и поддержке развитию талантов и способностей у детей и молодежи Карачаева-Черкесской республики начинаются интенсивные профильные смены Сегодня мы встречаем известных людей России К нам сегодня на интенсивные курсы по фортепиано Приезжает Юрий Александрович Богданов Это преподаватель Российской академии имени Гнесиных И приезжает к нам член Союза художников Российской Федерации Сергей Георгиевич Чернышев Чему мы очень рады Кажется это очень занимательно, интересно, очень хорошо, что дает возможность нам научиться многому То есть не всегда у всех есть возможности, а тут предоставляет нам эту возможность Желающих проверить свои географические знания в это воскресенье приглашают принять участие в просветительской акции Которая проводится по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина с 2015 года А в 2018 году масштабная акция РГО покорила космос И с тех пор она ежегодно проводится и на борту Международной космической станции В географическом диктанте 2022 можно принять участие как очно, так и онлайн На сегодняшний день число площадок географического диктанта РГО, прошедших регистрацию, превысило тысячу И так географический диктант пройдет завтра в начало в 12.00 Карачаево-Черкесия откроется более 20 площадок, главное Карачаевске, КЧГУ На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу Приятных выходных и до встречи Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...